Киберспорт в России развивается очень быстро. И мы все с вами недавно стали свидетелями финалов в огромном стадионе ВТБ-арена 12 тысяч человек. Это было очень круто. И это был турнир, который позволил одной из команд, сильнейшей команде региона на данный момент, отправиться в Бразилию для того, чтобы поучаствовать в соревновании IWCQ. Участие нашей команде в этом турнире в Бразилии открывает для региона огромные возможности. Потому что если мы выиграем финалы в воскресенье, то мы отправимся на чемпионат мира по League of Legends, что очень круто. Мы сможем повоевать с сильнейшими командами мира. На мой взгляд, команда Albus Nox Luna готова как никогда. Ребята доказали, что у них есть не только скилл, но и характер. Когда мне выпала возможность повезти ребят сюда для того, чтобы поболеть за Albus Nox Luna, я ни на секунду не сомневался. Собрал вещи и на следующий день уже был готов ездить. В России и СНГ достаточно много болельщиков у этой команды. Приехать в Бразилию смогли немногие. И ребята приложат все силы для того, чтобы передать вот этот вот дух болельщиков, вот эту поддержку, которую они могут передать нашим киберспортсменам. Привет, я Максим Суглин, Макс Нерокс. Ребята из Albus Nox Luna умеют выигрывать лейт так, что они просто не оставляют шансов к лейтут другой команде. Вот в этом весь восторг. Я Мифсан. Ник в игре такой. Удачи нашей команде. Мы будем за них болеть. Этот конкурс был сделан для того, чтобы выбрать самых ярых фанатов Albus Nox Luna. Мы не можем привезти в Бразилию всех, но нам очень хотелось бы, чтобы самые ярые болельщики Albus Nox, самые ярые фанаты смогли приехать и посмотреть на то, как это происходит на самом деле. Зачем нам нужно это все Riot Games? Ну, потому что мы для игроков так делаем, потому что мы так работаем. Потому что мы верим в то, что Player Experience — это то, что на первом месте. Было вообще непонятно, кто сейчас к нам приедет и что за тусовка у нас получится. Шесть неизвестных человек из интернета. Но нам конкретно повезло, потому что то, что действительно объединяет этих ребят, это League of Legends. Вообще я ни разу не был за границей. В Бразилии это просто нереально. Я думал, что я просто не переживу перелет. М-м-м, как вкусно. Первые три секунды я просто кричал «Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Меня зовут Кристина, я из города Красногорска. Приехала в Бразилию со своим мужем Сергеем. Меня зовут Сергей, играю в League of Legends на «Русьфервере», на «Весте». Безудержная была паника, я не знаю, как это назвать. Ну, реально не верилось в это все. В итоге нам передали всю информацию по поводу всех этих поездок, и в итоге мы поехали. Мы нашли себе силы встать в 6 утра и поехать на океан. Для большинства из ребят эта поездка, на самом деле, первая поездка за границу. И я могу представить, как им здесь все в новинку. Жить в отеле, улететь куда-то на самолете. То плотное расписание, которое мы им приготовили, которое включает в себя не только поболеть за команду, но и посмотреть страну, съездить на море, даже на океан. Короче, ребята конкретно разные. Это совершенно не мешает им общаться друг с другом. Классно проводить время, гулять вместе и болеть за свою команду любимую. Сообщество игроков – это то, что делает League of Legends той игрой, которая она есть на самом деле. Мы будем в меньшинстве, вот. Ну, мы будем сильнее их всех. И я думаю, мы должны просто выиграть. Блин, не зря мы через столько прошли всего. Куры тиме бушуют на зимские страсти! Белые тигры порвут всех на части! Нашим киберспортсменам, очевидно, важен тот факт, что болельщики в России прямо сейчас смотрят на них с экранов своих компьютеров на стримах и болеют за них. И для того, чтобы сказать им спасибо, а также поддержать своих болельщиков, реально ребята запарились и подписали какую-то очень большую стопку открыток. Ликрит, Смурф, Америкл. В общем, все ребята подписали. И болельщики, которые приехали в Бразилию с нашей группой, любезно согласились подписать все эти открытки и отправить их тем болельщикам из России, которые посмотрят это видео и поделятся им в соцсетях. Всегда очень приятно знать, что есть люди, которым не безразличны твои результаты, что есть и ради кого стараться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok